Привет! Сегодня идём за новогодним декором, как я обещала в прошлом видео, и всё-таки хочу я ёлочку. Хочу ёлку искусственную, потому что она не будет осыпаться, ну, как я уже говорила. И хочется мне выбрать что-то интересненькое, миленькое, чтобы... Ну, как-то, я не знаю, хочется новогодний декор, такое что-то милое, интересное, чтобы напоминало о празднике, прямо сразу настроение поднималось. В общем, идём. А, кстати, я забыла сказать, что я ещё зайду сейчас к той милой хозяйке приюта Кошек. Мы с ней побеседуем по поводу открыток, может быть, уже как раз выберем, что нам понравится, и я напечатаю первую партию открыток, и будем их продавать, и помогать, соответственно, кошкам. Там такой прям у меня... Такой прилив сил, такое желание творить, когда понимаешь, что это будет во благо, или это кого-то будет делать счастливым, кому-то это поможет. Ой, у меня прямо в душе радость. Ну, в общем, пошли. Итак, первый магазин у меня по списку был домовой. Очень красивые такие шарики, они какие-то пластиковые, какие-то есть стеклянные, и очень миленькие, мне понравились, и такие прямо некоторые навевают детство, вот очень милые. Всё-таки новогодний декор, он какой-то особенный, потому что даёт возможность почувствовать это наступление праздника. Ещё люблю такие большие магазины, в которых ёлочные игрушки просто на любой вкус. С такими милостями украсить ёлку будет одно удовольствие. Здорово, что в преддверии праздника магазины предлагают огромный ассортимент просто ёлочных игрушек, и вот подобрать украшения в определённом стиле, в какой-то определённой цветовой гамме, может, традиционной или оригинальной форме, любой материал, вот очень просто. А вот у кого-нибудь остались ёлочные украшения от бабушек? Там бусы и стекла, вот я сейчас вспоминаю, фигурки там всякие, там часов, вот как вот эти шишки немножко чем-то напоминают те же игрушки. Дед Мороз обязательно там из Попьём и Шеи не очень красивый, но всё же создавал впечатление праздника, вот. Обожаю ёлочные игрушки. Вообще, для меня вот все красивые. И вот я что-то так захотела в этом году, чтобы были деревянные, но прям, не знаю, сомневаюсь, всё-таки, наверное, такой снежинкой я возьму. Такие ёлочки милые, уже все наряженные, господи, как красиво! И вот эти мне ещё очень понравились. Ёлочные игрушки, и на них ещё весельки такие. Эффектные очень. Какие классные! Из больших, из маленьких цапочки. Дро маленьких игрушек. Как раз я хочу маленькую ёлочку выбрать. Я думаю, можно будет какие-нибудь... Вообще, у меня есть маленькие шарики, но, может быть, разнообразить какими-нибудь ёлочками. Хорошенькие же. Ну, мой тур по магазинам не заканчивается в поисках милых игрушек. Уже прослала домовой, ашан, и вот теперь я в обе. Деревянные игрушки всё-таки впечатляют меня больше всего. Они дают мне вот такое вот чувство какого-то уюта, домашней какой-то вот обстановки милой. Я всё-таки склоняюсь к деревянному декору. Скорее всего, наверное, я буду деревянные игрушки в этот раз покупать. Ой! Какие хорошенькие ёлочки. Прям настоящие, живые. Здорово. Да тут целый лес. Наверное, для тех, кто не боится иголок дома. Вернулась я в Ашан. Мне кажется, здесь всё-таки более демократичные цены на деревянные игрушки, поэтому буду выбирать здесь. Ну что, сегодня у меня покупочки и распаковочка. Будет такое видео-распаковка. Я всё-таки купила себе маленькую ёлочку. Оставайся. Пока она выглядит не очень, потому что я буду расправлять все вот эти вот веточки обязательно. Потому что... Ну иначе что это? Что это вообще? Вообще её расправить, она будет красивенькая. Я там попробовала в магазине уже одну наставить. Так что, клёвая ёлочка у меня есть. Ещё купила эти корп. Пока на данный момент я... Ну, я не скажу, что я прям с умой подхожу к этому. Но я люблю посмотреть. Нравится мне что-то, не нравится. Сейчас я точно хорошо знаю, что у меня есть маленькие шарики золотистые. И я хочу сначала нарядить ёлку, понять, достаточно этого будет или нет. Если мне достаточно, то я куплю ещё декор. Я с любимой сумки, эко-френдли, купила ещё. О, кстати, пошла я в обе. Купить от мушек для растений, потому что они надоели. Какую-то вот эту токтару, какая-то штука странная. Ну, в общем, от мушек купила. Ну, подойдя к кассе, конечно, я увидела снежок декоративный. И спрашиваю, спросила продавца, говорю, больше 100 или меньше 100 рублей стоит. Какая у него цена? И оказалось, что если я беру снежок вместе, да, вот со средством, то у меня там есть бонусы, и списывается половина как раз цены. Ну, это тоже дешёвая. Я такая, ой, как приятно! В общем, снежок ещё будет у меня ёлочка с декоративным снежком. Ну, я подозреваю, это... Ну, хотя, да, здесь написано, как пользоваться. Ну, с учётом того, что там шарик, это как с блёстками есть плак, да, у меня волосы, я думаю, так же будут действовать. Потом я тут ещё купила вот такие красивые игрушки. Обожаю. С прошлого года почему-то всё деревянное. Прямо вот такой, не знаю, стиль. Обожаю просто, вот, жутко нравится. Мне кажется, вообще очень красивые саночки такие. Это я, конечно, не на ёлку, они слишком огромные. Я думаю, где-то они будут либо рядышком стоять, либо... Вообще, у меня задумка на окно повесить. Не знаю, получится, не получится. Пока это в голове моей красиво. А как будет на деле, я посмотрю. Что ещё есть? Вот такую красивую купила. Такая прелесть вообще. Просто обожаю. Я просто влюбилась в эту. Ну, дед мой рулос едет с линёнком. Ну, же прелесть. Ну да, большеватые игрушки. Но я их опять же говорю, я их купила для декора. Такая лошадка тоже. Прелесть вообще. Обожаю. Очень красивая. Ой, не тали, пожалуйста. Потом вот эту снежинку взяла. Тоже очень красивая. С пушинкой такой, и такой, как балаболка. Тоже хорошенькая прелесть. Вот понравились мне вот уже с прошлого года. Я всё хотела, так как-то у меня не получилось. Но деревянные вот такие, декор такой деревянный, такие игрушки. Вообще прелесть. Я очень люблю, прям полюбила. Так, и напоследок вот такая ёлка. Прям ёлка классная. С шишками, с звёздочкой, с палочкой. Очень красивая. Прям очень. Хорошенькая. Я думаю, вот вообще самый главный декор будет. И я их брала в Ашане. Они очень недорогие. Достаточно такие бюджетные. Ну вот самый дорогой стоит 98-99, подвеска дерева. А, ну вот как раз вот это самый дорогой. А остальные тут лошадка 66-99, в принципе, вполне себе бюджетная. Машинка деревянная, 82-99, с дедушкой Морозом. Что ещё? Сани. О, даже сани 97-99. То есть они даже подешевле стоят. И снежинка. Снежинка стоит 90 рублей 99 капли. Ну, по сути, вот до 100 рублей каждая вообще здорово. Очень бюджетная. Я люблю бюджетные покупки. Мой вариант. Ну, мне тоже так же понравилось, что на скидку дали снежок. Моя любимая сумочка. Я её уже рекомендовала сто раз. Но, серьёзно, я очень люблю ходить в магазин с такой сумкой, потому что я не люблю пакетики. Пакетики это вообще для меня что-то странное. Ну что, сейчас я попробую в порядок привести, как в моей там голове в задумке. Всё красиво. Я попробую всё-таки задекорировать окно. Если у меня это получится, я надеюсь, то я буду рада. Но, в любом случае, покажу результат. И игрушки мои, которые я привезла из Москвы, вполне себе хорошо здесь пристроились. Пока ёлочка такая, я ещё немножко прибрызгала всё-таки этим снежком. Вот тоже окно. Достаточно миленько получилось. Игрушки, я просто вообще в восторге от них. Прямо такие. Потрясающе. И открытки тоже уже готовы, отправлены в печать. Так что скоро будет обзор. Пока! Субтитры добавил DimaTorzok. Продолжение следует...